Здравствуйте дорогие друзья, подъехал свежий выпуск самой продолжительной рубрики на всем русскоязычном ютуб. Так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь качать. Все ссылочки есть традиционно в описании. Совершая покупки через интернет обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки даже с мобильных устройств при помощи приложений для iOS и Android. Работают он более чем в 300 магазинах, вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Те кто давно смотрит мой канал знают о моей тяге к продуктивности. Я рассказывал и буду рассказывать о толковых приложениях которые заставят вас шевелиться. Habitify исходя из названия будет контролировать ваши привычки. Формируем предпочтения. К примеру читать каждый день, ну или только в будни. Ставим напоминалку и галочку когда задача будет выполнена. А программа будет у вас регулярно оповещать, демонстрировать статистику и всячески мотивировать различными ачивками. Habitify идеально впишется у тех людей которые не пользуются менеджерами задач. Ну или понравится тем кто хочет видеть наглядную статистику. Правда приложение чрезмерно простовато. Если вы хотите бросить курить, то нет подсчета сигарет и прогнозирование экономии. Ну или если вы читаете книгу нельзя указать количество прочитанных страниц и видеть статистику по прочтенным книгам или страницам за все время или сколько вы будете с таким темпом примерно читать книг в год. Бесплатная версия ограничена количеством привычек и напоминалок. Но это не критично. На самом деле больше двух привычек и вовсе не стоит на себя брать. Вот отработаете привычку, тогда беритесь за своение новой. Это будет правильно. Что можно сказать об одном из лучших инструментов для редактирования фотографий для Mac и Windows, стоящих наряду с продуктами Adobe и Pixelmator, которые портировали на iPad. Это крутой, полнофункциональный и действительно профессиональный инструмент, который поможет обрабатывать изображение вдали от компьютера. Перед вами открывается широкий спектр возможностей, который не ограничивается работой со слоями, фильтрами, корректировкой экспозиции, восстановлением деталей, созданием панорам и совмещением фокуса. Проще пройти на официальный сайт и посмотреть весь список возможностей полностью оптимизированных под сенсорное управление на iPad. Похвально то, что продукт работает с аппаратным ускорением Metal и редактирование даже тяжелых RAV файлов происходит без подтормаживаний. Перед покупкой обязательно обратите внимание на то, что программа не работает на iPhone и iPod Touch, все-таки оптимизировать инструментарий под столь компактный дисплей, та еще задача. Да и редактирование на маленьких дисплеях можно приравнять к особому виду извращений. А среди iPad поддерживаются прошки, бюджетная версия 2017 года и iPad Air второго поколения. Со всем что старше программа работать не будет. Ну и главным вопросом остается цена. Да, 15 долларов это много. Но для профессионалов, которые зарабатывают на этом деньги это всего лишь инструмент, покупка которого не должна обсуждаться. А это один из лучших анализаторов сна и умных будильников, которые я встречал на просторах App Store. Раньше любимой программой была Sleep Time, но она дико грела устройство и я решил ее удалить. Сейчас даже не знаю исправили разработчики этот баг или нет. Pillow практически идеально, но есть два нюанса, которые могут оттолкнуть многих. Первое это отсутствие русской локализации, а я уже написал разработчикам высказав свое негодование, а они в свою очередь пообещали в скором времени исправиться. И второе ограничение бесплатной версии, а это детализированная статистика, доступ к аудиозаписям, дополнительные мелодии и прочие важные и не очень мелочи. В остальном все супер. Есть удобная настройка, анализатор звуков, поддержка Apple Watch, плавное пробуждение с шикарной музыкой и медленным загоранием дисплея. Статистика с наглядными графиками и даже собственно лаборатория сна с кучей советов. Правда пока все еще на английском. За дополненной реальностью однозначно будущее. Отечественные разработчики тоже не отстают от тенденции выпустив приложение Armix. Благодаря нему вы сможете расположить как статические, так и динамические трехмерные модели в любом месте где вы находитесь. Все модели очень качественные и высокополигональные. Приятно то, что Armix это целая платформа, в которую можно загружать и тестировать собственные модели. В приложении собраны лишь те объекты, которые создали разработчики. Но на сайте Armix Space вы сможете найти пользовательские модели и даже загрузить собственные. А еще есть возможность сфотографироваться на фоне объектов. Только об этом уже надо будет кого-нибудь попросить, потому как фронтальная камера не работает с AR. Дополненной реальностью дело не ограничивается. Благодаря VR очкам вы сможете посмотреть на все установленные модели в виртуальном пространстве с несколькими видами окружений. Круто то, что все доступно бесплатно. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Благодаря приложению Intel Life вы сможете конвертировать видеоролик, гифку, серию или группу изображений в живые обои, которые можно будет использовать в качестве заставки для iPhone. Согласитесь, штатная коллекция Live Photos на устройствах Apple своим количеством и разнообразием просто поражает. Разумеется не в позитивном ключе. Приложение бесплатное, но есть ограничения по длительности создаваемой анимации, количество используемых для создания живых обоев снимков и несколько платных, но второстепенных фич. Эх, жаль что анимация на iPhone не воспроизводится автоматически, а из-за этого по большей части теряется смысл и вовсе их устанавливать. Я уже рассказывал о своей любимой программе для набора текстов Ulysses и она обновилась. Правда апдейт получился довольно спорным. Раньше программа продавалась по отдельности для iPhone, iPad и для Mac. Да-да, за каждую из версий приходилось платить отдельно, причем немалые деньги. Разработчики пересмотрели способ монетизации и предложили самое большое зло – распространение софта по подписке. Одна подписка на все устройства. И теперь будет обновляться только приложение, распространяемое в таком формате. Те кто был на старой версии просто не будут получать апдейты. Единственная радость – те кто знаком с Ulysses смогут ее попробовать, потому как есть бесплатный пробный период. Подписку сложно назвать бюджетной, хотя для профессионалов зарабатывающих деньги на тексте это не проблема. Другие скорее всего начнут искать альтернативы. А этот софт очень качественный и наконец-таки получил русскую локализацию. Один из наших подписчиков посоветовал приложение кардио для всех тех кто занимается спортом и еще не успел купить фитнес-трекер или умные часы с функцией измерения пульса. Приложение достаточно точно измеряет пульс через камеру путем прикладывания пальца или через фронталку по лицу. Разбежка в результатах минимальна. Единственное в чем выигрывают наручные гаджеты – в скорости определения пульса и в возможности трека сердцебиения онлайн на тренировках. Это все-таки удобнее, чем держать смартфон в руке. Хранится вся история измерений с вашими пометками. Можно получить оценку своего уровня физической подготовки на основании частоты пульса, а также рассчитать уровень выносливости. Прилагаются примеры с результатами знаменитых спортсменов. Также доступна бесплатная 7-минутная тренировка высокой активности. Прочие функции, вроде оценки продолжительности жизни или количество сожженных калорий доступны в Pro-версии. Программа понравилась, жду оптимизации под iPhone 10. Обновился довольно неплохой фоторедактор Afterlight до второй версии. И тут вся прелесть заключается в том, что первая версия программы стала абсолютно бесплатной, хотя раньше стоила больше доллара. Сейчас инструментарий всех программ подобного рода плюс-минус одинаковый и остается полагаться лишь на удобство использования и личную симпатию к интерфейсу. Помимо средней по качеству оптимизации под iPhone 10, разработчики решили отказаться от подписки и дополнительно приобретаемого контента. Из основных особенностей программы расширенная работа с холстом и слоями, огромный перечень инструментов по цветокоррекции изображений, встроенные и бесплатно подгружаемые из сети фильтры, добавление текста и стикеров из коллекции, а также двойная экспозиция. Инструментов для рисования в приложении нет и жаль. В остальном всем рекомендую ознакомиться с первой бесплатной версией и если вы проникнетесь любовью к Afterlight, то только тогда можете приобретать сиквел. Сезон отпусков не скоро, хотя самые прошаренные обычно летают зимой по горячим путевкам. При первом да и последующих путешествиях всегда возникает вопрос, какой багаж можно взять вручную кладь, а какой нужно регистрировать на борт. Просто введите габариты и проверьте на каких авиалиниях и с какими условиями вы сможете ее провести. Программа предельно понятная и справляется со своей функцией на отлично, никакой рекламы или встроенных покупок нет. А вот это довольно креативная программа, позволяющая создать изображения с левитирующими предметами или даже людьми. Фиксируйте камеру на штатив, ну или просто делайте так, чтобы она была абсолютно неподвижна. Делайте первое изображение с фокусом на предмет или человека, который будет стоять или расположен на любого рода подставке, стуле или каком-нибудь объекте. А затем второе изображение без подставки и предмета или человека. Приложение сделает наложение, а потом останется лишь кистью скрыть подставку и получится изображение с левитирующим объектом. Недостатка в программе два. Первый, присутствуют не очень удобные инструменты редактирования. Нет кнопки отмены действия и не удобно зумировать через отдельную вкладку. Второй минус, цена. Два доллара за фан программу многовато, но приложение частенько раздается бесплатно. На этом мы будем заканчивать. Прежде чем написать, что подборка вам не понравилась, пересмотрите все предыдущие выпуски и если у вас будет что добавить, обязательно пишите об этом в комментариях. Желательно с прямой ссылочкой на программу. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек, огромное спасибо за лайки, репосты и приведенных друзей. Вы здорово помогаете нам в развитии. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.